всем привет сегодня мы приехали посмотреть дом на продажу недавно выставленный так скажем маленькая ферма как я их называю эти дома там большой кусок земли вот дорога к нему очень длинная как вы видите если пройтись пешком хорошо можно разбить ноги если на машине это будет быстро по бокам соседи и вот мы уже попадаем во двор двор сразу видно просторный много места в принципе в таких домах всегда много места это агент который нас встречает который продает дом и вот мы видим я вам показываю а передний двор это теплица которая уже развалилась очень опасно это как стекла сюда мы еще с вами выйдем я вам покажу кусок огромной земли который находится за этими воротами это так называемые маленькие огородики здесь киви называют их коробки в них сажают овощи зелень кто чем занимается вот сюда я обещала выйти сюда мы выходим здесь еще огромный кусок земли вот первый заборчик который вам видно это не конец земли здесь а даже не видно отсюда во где заканчивается эти гектары земли и вот это вот свалка впереди нас люди не ухаживали за тем домом видно уже очень давно сваливали весь мусор и ветки на эту землю это все придется убирать вот сюда спокойно можно поместить четырех пяти пятерых то есть барашков две коровы я думаю указу что вам будет угодно душе очень большой кусок земли это уже мы идем на задний двор все везде заросшие я имею ввиду что не ухоженная все растет как попало давно ничего не стрим для все видите даже ступеньки все поломанное люди тоже ходят смотрят видите здесь очень много работы именно и денег очень нужно будет много денег влаживать все везде очень старенькая даже вот дом сзади него нужно будет переделывать вот это была голубятня по нашему так скажем которые уже какие-то ветки но все там завалено хламом здесь очень много хлама вывозить и вывозить и вывозить мусор вот эти вот кустики непонятные прям посреди дороги кустики в принципе этот дом можно привести в порядок но понадобится очень много денег вот это большой гараж что плюс что гараж очень большой вот эта сеточка это домик для собак пристроечка и вот мы заходим внутри гаража принципе гараж большой хороший но опять же все везде очень старенькая и неухоженная знаете неплохо когда старая но когда неухоженная это конечно большой минус очень все быстро ломается превращается в груду хлама вот такой огромный гараж в принципе для не знаю наверно трех машин вот это курятник можете завести курочек вот передний двор задний двор вот я в принципе все так по быстренькому показала если за этим ухаживать то очень даже прилично получилось бы внутри дома сейчас я вам покажу заходим налево туалет такой принципе не маленьких размеров есть вообще такие узенькие туалетики здесь а вот это дверь в гараж как в американские фильмы знать в легендарных американских фильмах гаражи которые из дома выходишь прямо в гараж люди хозяева еще не забрали все свои вещи вот так мы видим гараж вот я вам показала гараж туалет и мы выходим в спальню принципе спальня неплохая хотелось бы попросторней идем дальше по коридору выходим в еще одну комнату которую они оборудовали как маленький кинотеатр но не обязательно оставлять это кинотеатром естественно вы можете переделать это спальню в кухню во что вам будет угодно перекрасить стены и пожалуйста хотела открыть показать вам шкафчик встроенные но он не открывается решила не ломать как дом старый идем дальше лестница на второй этаж сейчас посмотрим что у нас там а здесь у нас просторная светлая комната гостиная ланчером камин как же без него дом сразу видно холодный поэтому камин здесь обязательно балкон на балконе ну как видно дерево не очень имя виду чего скоро придется менять в принципе вот вид с балкона поставить стульчики и пить кофе по утрам дальше идем попадаем столовую и кухня в принципе просторное место много для столовой для кухни вон выход на задний двор можно отсюда же выйти сразу покажу вам что находится в этой стороне дома задней стороне здесь лаундре это можно поставить стиральную машинку выход опять же на задний двор сюда машинку стиральный туалет только вам показала здесь и ванная ванны ужасном плачевном состоянии остается только менять вот такой встроенный шкаф здесь в принципе а взяла где все шкафы в домах встроенные в стены как в америке они все у них тут встроенные в стену вот такой вид с окна в спальне хорошем состоянии в принципе . просторная светлая спальня дальше опять же попадаем еще в одну спальню тоже шкаф окошко все светлое место много в принципе дом неплохой но к сожалению старенький и уже видите вон текла вода вон там вот внизу видно все облущенная стенка видно текла вода когда дожди идут вновь все течет опять же старый туалет зато крутая крышечка со всякими функциями так вот можно оборудовать любимое место в туалете опять же шкаф встроенный в принципе неплохой и дальше кухня кухня вся старая дверцы висят некоторые даже оторванные есть вон там он болтается кухне нужно однозначно ставить новую что опять же упирается в деньги придется очень много влаживать в этот дом но зато много земли такой вот шкаф здесь принципе места много для всяких ваших баночек дальше идем посмотрим что у нас еще наверху есть так как это трехэтажный дом поднимаемся на третий этаж вот второй этаж идем выход выходим на третий этаж в принципе просторно я даже не ожидала что получится такая светлая большая комната вид с окна красивый вид с окна ничего не скажешь там горы видно смотрите комната в принципе большая и просторная можно сделать ее не знаю комнаты отдыха кофе пить по утрам тоже можно смотреть в окно вот такая спальня сразу же здесь тоже с туалетом и ванной опять же умный туалет крышечки с кнопочками в этом доме находятся все старенькая зато крышечки в туалетах умные вот такой вот шкаф принципе большой можно поместить много всяких вещей там внизу маленький есть шкафчик такой вот из окна вот это третий этаж принципе если этот дом отремонтировать поменять все то я думаю даже ничего будет за этот дом люди хотят один миллион двести тысяч новозеландских долларов как вы думаете этот дом стоит того если вам понравилось видео и вы хотите видеть еще обзоры домов то пишите в комментариях и обязательно сниму для вас еще видео других домов если вам интересно хорошего дня всем пока